приветствую друзья давайте разберемся как пользоваться приложением мне очень нравится приложение это прям моя мечта сбывается просто удивительно давайте открылось приложение с чего бы вот я вам посоветовала начать чтобы не дрейфовать вечно в обилие информации нужно начать с векторов то есть нужно поставить цели для того чтобы вы смогли корректно и комфортно поставить цели нажмите на кнопочку консультация вот эти замечательные девушки дарья почерняева галина почерняева надежда сгонникова мария пабурин на а ну и и я в том числе мы умеем выбирать из массы симптомы симптомов которые вы проговариваете первые пять минут 15-минутных консультаций вы проговариваете что не так то есть вы жалуетесь мы выбираем самое главное что такое самое главное это то что ограничивает продолжительности жизни на самом деле то есть у нас всегда должна быть приоритеты делая раз делай два делай три если у вас болят суставы то вы конечно большей степени обращаете внимание именно на это но если болят суставы и высокое давление то продолжительность жизни зависит от того, какое у вас давление, как хорошо вы его держите, понимаете? Вот поэтому консультационная вот такая деятельность, направляющая, кураторская, она вот для этого. Что делает куратор? Он объясняет, что давайте мы займёмся вот этим первым направлением, потом вот этим вторым, а потом вот этим третьим. И для того, чтобы это всё дело реализовать, он может послать вас в библиотеку и в библиотеке найти соответствующий ответ на ваш вопрос. Кураторы — это люди, которые очень хорошо знают материал. Кураторы — это люди, которые очень хорошо ориентируются в курсах, например, они точно знают, что заложено в книгу старости нет, в систему старости нет, в каком конспекте здоровья вам показать ответ на ваш вопрос. Смогут разжевать и дать мотивационную часть для того, чтобы вы это делали, вот, и потом проверить даже, как вы это поняли. Это консультация. Значит, я консультирую, поймите меня правильно, тех людей, которые сейчас в бедственном состоянии, которые в тяжёлой жизненной ситуации. Я в основном консультирую сейчас украинцев, потому что это нестандартные проблемы по здоровью. Кто в благоприятных условиях живёт, пожалуйста, выбирайте наших замечательных кураторов, которые готовы вам помочь. Дальше давайте посмотрим, что у нас ещё есть в приложении «Гликемический индекс». Сразу скажу, что в приложении будет две платных опции ещё. Расчёт рациона. Я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен хоть раз в жизни это услышать, потому что мне удаётся очень легко доносить эту информацию. Все наши кураторы с лёгкостью доносят информацию, ну, не о «Гликемическом индексе», а о расчёте рациона. Но база уже есть для того, чтобы вы начали разбираться в этом вопросе. База понятийная уже есть, в том числе это «Гликемический индекс продуктов». Вот. Каждый человек должен ориентироваться в абсолютном количестве углеводов и в «Гликемическом индексе» любого продукта. Тогда он перестаёт ошибаться раз и навсегда. Вот один раз вы это поняли, ну, не знаю, как логику таблицы Менделеева, и вы всегда ею пользуетесь и никогда не ошибаетесь. Вот это будет дополнительная платная функция, называется «Расчёт рациона». И дополнительная платная функция будет чтение анализов. Но это в перспективе, это скоро будет. Так, подкасты. Ну, вы понимаете, что у меня огромное количество голосовой информации. Вы понимаете, что в ближайшем времени скоро рухнут все социальные сети, YouTube закроется, скорее всего. Но я, честно говоря, думаю, что тут позакрывается всё нафиг. Вот. Поэтому мы сейчас эту информацию сохраняем. Мы сейчас её переносим на безопасные носители. Мы из видео делаем аудиоподкасты. И, в общем, вся эта информация, которая накапливалась мной в десятилетии, она потихонечку будет здесь, в безопасном месте. И доступ к ней будет только у вас. Потому что вы, ну, во-первых, проявили лояльность. Во-вторых, какое-то количество людей, безусловно, к нам будет присоединяться. Это будет пространство для работы по здоровью. Так, подкасты. Значит, что такое подкасты? Это звуковые файлы. Вы можете в любой момент времени включить и что-нибудь под меня делать, воспринимая заодно. Или очень часто люди в автомобиле включают. Так, хорошо. Библиотеку. Ну, всё рассказала, да, друзья? По консультациям ещё такой момент. Выберите себе одного консультанта. Здесь есть, если вы нажмёте, мы немножко расписали специальность данного консультанта. Например, Надежда Сконникова. Это тревожность. Хорошо она разбирается, помогает. Хроническая усталость, снижение веса, эстетика, здоровая спина, мотивация к здоровью, стройности и так далее. Почитайте. Вот точно знаю, что Галина Подчерняева, она хорошо работает с болезнями щитовидной железы, с лишним весом, с инсулиной резистентностью и так далее. Вот. Специализация Марии Побуриной. Мария Побурина вообще молодец. Она медсестра. Она очень любит нутрициологию. И она работает с соединительной тканью. Суставы, хрящи, связки, построение коллагена. Тоже эстетические вопросы. У нас есть просто звёздочка Даша Подчерняева. Это нутрициолог, молодой нутрициолог-то, студентка медицинского университета, которая прям понимает, что работать нужно комплексно. Вот. И она работает по набору мышечной массы. Хорошо, активно, интенсивно. И тоже восстановление суставов, также аллергии. Вот. Смотрите, выбираете себе куратора, проводите с куратором первое вот такое собеседование, которое вам расставит приоритеты. Потом, когда на следующий месяц вы опять будете иметь возможность иметь консультацию куратора, вы можете прийти к этому же самому куратору, потому что он уже вас помнит, потому что вы сможете вместе отследить результат за месяц. Потому что наша задача не просто начинять себя знаниями, а наша задача двигаться, двигаться, чтобы завтра было лучше, чем сегодня, а сегодня, чтобы было лучше, чем вчера, понимаете? И тогда мы будем продвигаться к своим целям, в том числе целям по здоровью. Всем хорошего дня. Присоединяйтесь. Работаем. Работаем.